Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня с вами приготовим безе. Безе для украшения тортиков. В чашу у меня уже находятся белки. Чаша должна быть, ну, естественно, чистая, нежирная, сухая. Все ее хорошо перед работой с меренгой обработайте. Яйцо может быть из холодильника, теплое, неважно какое. В общем, берете, вот я из холодильника взяла, у меня здесь 2 белка, 77 грамм. И в 2 раза больше берем сахар, 154 грамма у меня здесь. Значит, что мы делаем? Я поставила на плиту небольшую кастрюлю, чтобы можно было поставить чашу. Чаша ни в коем случае, дно чаши ни в коем случае не должно дотрагиваться до воды. И вода не должна кипеть. Сахар сразу отправляем весь в чашу. Размешаем. Венчик тоже должен быть нежирный, обработанный. Сухой, не влажный. Ну, то есть заранее все надо помыть, обработать и высушить. Перемешали. Вода у меня уже закипает. И мы идем к плите. Нам нужно, знаете, почему вода ни в коем случае не должна кипеть, просто чуть-чуть вот такое небольшое бурление должно быть, чтобы пар поднимался, нагревал чашу. И нам нужно добиться, чтобы сахар у нас растворился. Температура тут, конечно, многие будут, наверное, есть такие. На Ютубе видео, где там измеряют температуру. В принципе, при таком небольшом кипении тут такой роли не играет. Вы периодически будете брать, между пальчиками так проверять, как у вас не будет ощущаться сахара. Все, все готово. Самое главное, так периодически помешивайте. Вот как я показываю, так и будем делать с вами. И проверять. Как только сахар быстро растворится, ну, буквально 2-3 минуты, и все. Пошлите к плите. Вот такая у меня тут конструкция. И я вот так вот сейчас покажу. Вот прям вот такое небольшое там кипение идет. Вот так стоим с вами, мешаем. И периодически проверяем. Ну, 2-3 минуты вот так вот, чтобы. 2 минуты мне хватило, чтобы сахар-то зашелся. Все, венчик убираем. Теперь у нас всю работу сделает миксер. Самое главное, это долго взбивать до плотной такой меренги. Я сейчас, у меня 6 скоростей. И, по-моему, у меня 600 ватт, что ли. По-моему, да. И, значит, из 6 скоростей я выберу четверочку. И буду взбивать, ну, наверное, около 20 минут. До очень плотной меренги. Давайте посмотрим, какая плотная меренга должна получиться. Вот такая очень плотная меренга. Вот если только такую плотную меренгу вы сделаете, то безе получается очень хорошее. Не трескаются, не расплываются. Хорошо держат очень рисунок. И сейчас мы добавим немножко красителя. И это немножечко ее разбавит. Поэтому и нужно добиваться вот этой плотности. Ну, если белая, естественно, она идет без красителя. У меня немножко не надо розового. Чуть-чуть. Краситель гелевый водорастворимый. Я сделаю так, чтобы часть была розовая, часть розовая была, а часть осталась белая. Потому что необязательно смешивать в двух разных емкостях. Вот. Так вот сделали у вас. Получилась половинка белая, половинка розовая. И безешка будет такая, в перемешку. Насадку буду использовать закрытая звезда 350 номер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие безешки мы с вами отсадили. Если вы хотите посыпать еще посыпочкой, то надо делать это вот сейчас. Продолжение следует... Все, безышки мы отсадили и отправляем их выпекаться. Я поставила вверх-вниз 90 градусов. И, значит, вот такие где-то 2 часа выпекаются. Видите, где-то час. Через час проверим, посмотрим, что у нас будет получаться. За этим нужно через час рано проверьте, чтобы еще и пар вышел. Два часа они у меня выпекались. Маленький час. Эти у меня выпекались ровно 2 часа. Хочу показать, что они не треснули. Ничего с ними не случилось. Они сухие. Все отлично с ними. Посмотрите. Эта швейцарская меренга, она позволяет очень хорошо оставаться вот таким прям безышки. Аккуратненькими, красивыми. А делается очень-очень просто. Так что пробуйте швейцарскую меренгу и делайте вот такие красивые пизе. Температура, конечно, может быть разная. Потому что все зависит от вашей духовки. Пробуйте от 50 до 90 градусов. Все зависит от духовки. Как она у вас на самом деле печет. Почему разные дают температуру и говорят, надо приспосабливаться к своей духовке именно. Потому что духовка может выставляться, например, на 90, а печь 70. Или выставляться на 70, а печь как 90. Это очень, конечно, редко бывает, когда духовка печет именно так, как заявлено. Например, я выставляю там 70 градусов, и именно столько она и выпекает. Ну, вы один раз попробуйте. Если они у вас будут терять цвет, значит, надо понижать температуру. Конечно, естественно, что сначала надо пробовать для себя. Или я советую вот такие безышки. На них как раз и тренироваться. Небольшую коробочку такую пластмассовую купите. Или красивый пакетик. Сколько-то вот таких безышек. И своим заказчикам в подарок. Ленточкой перевяжите. Такой комплимент от шефа будет. Это будет очень приятно для заказчика. И он это оценит. А вы научитесь как раз, натренируетесь сделать меренгу. Ну, вот и все. Всем пока-пока. Жду от вас комментарии. И пишите, что еще хотите увидеть на моем канале. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...